Глава 12 Планы Ольги Теперь надо было найти для отца какое-нибудь занятие по силам. Что-то такое, что хотя бы поддерживало в нем веру, будто он содействует снятию вины с семьи. Найти что-нибудь в этом роде было нетрудно. В сущности, все могло служить для этой цели не хуже, чем сидение у судоводства Бертуха. Но я нашла то, что даже мне подавало какую-то надежду. Обычно, если поминались разговоры о нашей вине среди чиновников, среди писарей или еще где, все сводилось лишь к тому, что был обижен посыльный Сартинья. И дальше никто не шел. Значит, если все общественное мнение, хотя бы только по видимости, касается лишь обиды, нанесенной посыльному, можно, опять-таки, хотя бы только для видимости, все уладить, если помириться с посыльным. Ведь, как нам объясняли, никаких заявлений ниоткуда не поступало. Значит, ни одна канцелярия этим не занимается. И поэтому посыльный волен от себя лично. А больше ни о чем и речи не было. Простите обиду. Все это, конечно, не могло иметь решающего значения. Все было лишь видимостью, и никаких последствий иметь не могло. Но отцу это доставило бы радость. А всех посредников, которые так его мучили, можно было бы к его удовлетворению загнать в тупик. Разумеется, прежде всего, надо будет найти посыльного. Когда я рассказал о своем плане отцу, он сначала очень рассердился. Он стал необычно упрямым, к тому же он был уверен. И во время болезни это очень обострилось. Что мы ему все время мешали успешно завершить дело. Сначала тем, что лишили его денежной поддержки. Теперь тем, что держали его в постели. Кроме того, он вообще потерял способность полностью воспринимать чужие мысли. Не успел я все рассказать ему до конца. Как мой план был отвергнут. По его мнению, он должен был и дальше ждать у сада Бертуха. И так как сам он, конечно, будет не в состоянии ежедневно подниматься туда, то мы должны возить его на тачке. Но я не сдавалась. И постепенно он примирился с этой мыслью. Мешало ему только то, что тут он всецело зависел от меня. Потому что я одна видела в то утро посыльного. Отец же его не знал. Правда, один слуга похож на другого. И полной уверенности, что я того посыльного узнаю, у меня не было. Мы стали ходить в гостиницу и искать его среди слуг. Хотя он и был слугой Сартини, а Сартини больше в деревне не появлялся. Но господа часто меняют слуг. И его вполне можно было найти среди челяди других господ. И если не удалось бы найти его самого, то, быть может, удалось бы собрать сведения о нем от других слуг. Для этой цели необходимо было каждый вечер бывать в гостинице. А нас везде принимали неохотно. Особенно в таком месте. Оплачивать свои посещения мы, конечно, тоже не могли. Однако выяснилось, что мы все-таки можем и там пригодиться. Ты знаешь, как Фридо мучилась с этой челядью. По существу, они народ спокойный, избалованный легкой службой, отяжелевший. Пусть тебе живется, как слуге. Вот обычная присказка чиновников. И действительно, говорят, что слуги себе обеспечивают хорошую жизнь в замке. Они там полные хозяева. И умеют это ценить. Притом в замке они ведут себя по тамошним правилам. Держатся спокойно, с достоинством. Мне это много раз подтверждали. Да и тут иногда видишь услуг остатки таких манер. Именно остатки. А в общем, благодаря тому, что законы замка в деревне уже неприменимы, эти люди словно перерождаются. Становятся дикой беспардонной оравой, для которой уже не существует законов, а только их ненасытные потребности. Нет предела их без стыдства. Счастье для деревни, что им разрешено покидать гостиницу только с особого разрешения. Но уж в гостинице с ними хлопот не оберешься. Фриде это было очень трудно, и она обрадовалась, когда смогла использовать мои услуги, чтобы утихомирить челядь. Вот уже больше двух лет, как я, по крайней мере, дважды в неделю, провожу ночь со слугами на конюшне. Раньше, когда отец еще мог ходить со мной в гостиницу, он ночевал где-нибудь в буфете и ждал известий, которые я ему приносила утром. Но толку было мало. Того посыльного мы до сих пор не нашли. Говорят, что он все еще служит у Сартиния и последовал за ним, когда Сартиния перешел в более отдаленные канцелярии. Почти никто из слуг не видел его с тех пор, как и мы. А если кому-то и казалось, что он его видел, то, вероятно, он ошибался. И хотя, по существу, мой план не удался, все же это не совсем так. Правда, посыльного мы не нашли, а отца совсем доконали эти походы и ночевки в гостинице, а может быть, и жалость ко мне, насколько он на нее и был еще способен. И вот уже два года, как он находится в том состоянии, в каком ты его видел. Причем ему еще не так плохо, как матери. Тут мы с минуты на минуту ждем конца. И только нечеловеческие старания Амалии оттягивают этот конец. Но все же мне удалось установить в гостинице некоторые связи с замком. Не презирай меня, если я тебе скажу, что ничуть не жалею о том, что я сделала. Вряд ли наладились такие уж значительные связи с замком, подумаешь ты. Наверное, и будешь прав, связи эти совсем незначительны. Правда, я теперь знаю почти всех слуг тех господ, что приезжали в последнее время к нам в деревню. И если теперь я когда-нибудь попаду в замок, то не буду там чужой. Конечно, слуг я знаю только по деревне. В замке они совсем другие. И должно быть, даже никого не узнают. А уж тех, с кем встречались в деревне и подавно. Хотя на конюшне они сто раз клялись, что будут счастливы увидеться со мной в замке. Впрочем, я уже узнала, как дешево стоят их обещания. Но и это не самое главное. Не только через слуг у меня остановилась какая-то связь с замком. Но, возможно, и надо на это надеяться, что кто-нибудь, наблюдавший за мной и за моим поведением, а управление этой многочисленной челядью, очень важный и значительный отдел служебной работы, может быть, тот, кто за мной наблюдал, оставил обо мне более снисходительное суждение, чем другие. Может быть, он признает, что я тоже, хоть и самым недостойным образом, борюсь за нашу семью и продолжаю усилия отца. Если так на это посмотрят, то, может быть, мне простят и то, что я беру услуг деньги и трачу их на нашу семью. И еще я добилась кое-чего. Хотя, наверное, ты мне и это поставишь в вину. От слуг я узнала многое о том, как обходными путями, не проходя трудного, длящегося иногда годами официального оформления, попасть в служащие замка. Правда, тут ты еще не официальный служащий, тебя допускают тайком, никаких прав и никаких обязанностей у тебя нет. И хуже всего, что нет обязанностей. Зато есть одно. Все-таки ты при деле. Можно уловить благоприятный случай и воспользоваться им. И хотя ты не служащий, но случайно может выпасть какая-нибудь работа, а служащих рядом не окажется. Тебя окликнут, ты подбежишь, и сразу станешь тем, кем ты за минуту еще не был. Настоящим служащим. Но, конечно, когда еще выпадет такой случай? Бывает, что сразу не успеешь появиться, не успеешь оглянуться, как случай уже подвернулся. Тут не у каждого новичка достанет присутствие духа сразу за этот случай ухватиться. Тогда уж приходится ждать годами. Дольше, чем при официальном оформлении на работу. Но оформиться на работу по всем правилам такому неофициально допущенному человеку совсем невозможно. Значит, тут сомнений возникает немало. Но все они отпадают перед тем соображением, что при официальном приеме на работу отбор очень строг, и члены семьи, которые себя чем-то запятнал, отвергают заранее. Он может проходить процедуру оформления годами, трястись в ожидании результата. Все удивленно спрашивают его, как он посмел предпринять столь безнадежную попытку, а он все надеется. Иначе как же ему жить? Однако через много лет, быть может, уже в старости, он узнает об отказе, узнает, что все потеряно, и жизнь его прошла бесцельно. Но правда, и здесь бывают исключения. Потому-то так легко и поддаются соблазну. Бывает, что именно скомпрометированных людей в конце концов принимают. Есть чиновники, которых буквально против их воли притягивает запах такой дичи. И во время приемных испытаний они все вынюхивают, кривят рот, закатывают глаза. Такой человек у них, как видно, вызывает особый аппетит. Им приходится крепко цепляться за своды законов, чтобы сопротивляться желанию принять его на работу. Но иногда это вовсе не помогает человеку в приеме на службу, а только бесконечно затягивает процедуру зачисления. Такой процедуры конца нет, и она прекращается только со смертью данного человека. Так что и законный прием на службу, как и незаконный, чреватый явными и тайными трудностями. И прежде чем впутаться в такое дело, очень полезно все заранее взвесить. Тут уж мы с Варновой ничего не упустили. Всякий раз, как я возвращалась из гостиницы, мы садились рядом. Я рассказывала все новости, какие я узнала. Мы обсуждали их целыми днями. И бывало, что работа у Варновы не двигалась дольше, чем следовало. И тут, возможно, была моя вина, как ты, наверное, считаешь. Ведь я знала, что рассказы слуг очень и очень недостоверны. Я знала, что они никогда не хотят рассказывать мне про замок. Стараются перевести разговор на другое, а каждое слово приходится у них вымаливать. Но надо сказать, уж если они заводились, так болтали ерунду, хвастались, старались перещеголять друг дружку во всяких баснях и выдумках. Так, что там, в темной конюшне, из всего этого неумолчного крика, когда один перебивал другого, можно было извлечь в лучшем случае два-три жалких намека на правду. Но все, что мне запомнилось, я пересказывал о Варнове, а он, никак не умея отличить правду от вымысла, мечтая о той жизни, недосягаемой из-за положения нашей семьи, впитывал каждое слово, с жаром требуя продолжения. А мой новый план действительно опирался на Варнову. Услуг я ничего больше добиться не могла. Посыльный Сартини не отыскался, и найти его было невозможно. Очевидно, и Сартини, и его посыльный уходили все дальше в неизвестность. Другие часто забывали даже их имена, их внешность, и мне приходилось не раз подробно их описывать. Но я ничего не добилась, кроме того, что их с трудом припоминали, но ничего сказать о них не могли. А что касается моей жизни среди слуг, то я, конечно, была не в силах предотвратить сплетни, и могла только надеяться, что будет все воспринято так, как оно было на самом деле, и что это снимет хоть часть вины с нашей семьи. Однако никаких внешних признаков такого отношения я не замечала. Так я и продолжала жить, не видя для себя никакой другой возможности добиться для нас хоть чего-нибудь в замке. Такую возможность я видела лишь для Варновы. Из рассказов Челяди я могла, если хотела, а желания у меня было немалое. Сделать вывод, что каждый, кто принят на службу в замок, может очень много сделать для своей семьи. Однако что же в этих рассказах было достоверного? Казалось, что установить это невозможно. Ясно было только, что достоверности в них очень мало. Например, когда какой-то слуга, которого я потом никогда не увижу, а если и увижу, то не узнаю, торжественно заверяют меня, что поможет моему брату устроиться на службу в замок, или же, если Варнова каким-то образом попадает в замок, он его хотя бы поддержит и подбодрит. Потому что, судя по рассказам слуг, бывает, что ищущим работу приходится так долго ждать, что они часто падают в обморок, мысли в них путаются, и они могут погибнуть, если друзья о них не позаботятся. Когда слуги мне рассказывали и это, и всякое другое, то, вероятно, все их предостережения были вполне основательными, но их обещания совершенно пустыми. Однако Варнова относился к ним не так, хотя я его и предупреждала, что нельзя верить этим посулам. Но уж одного того, что я ему их пересказывала, было достаточно, чтобы он увлекся моими планами. Все мои соображения на него почти не действовали, действовали только росказни слуг. Таким образом, я была в сущности предоставлена самой себе, с родителями вообще никто, кроме Амалия, разговаривать не умел. А чем больше я пыталась по-своему выполнить прежние планы отца, тем больше отчуждалась от меня Амалия. При тебе или при других она еще со мной разговаривает, а наедине никогда. Для слуг в гостинице я была только игрушкой, которую они яростно пытались сломать. Ни одного душевного слова я ни от кого из них за два года не слыхала. Они только хитрили, врали или говорили глупости. Значит, у меня оставался только Варнова. Но Варнова был еще слишком молод. Когда я видела, как блестят его глаза при моих рассказах, они и теперь блестят. Я пугалась и все же не умолкала. Слишком многое было поставлено на карту. Правда, больших, хоть и бесплодных планов, как у моего отца, у меня не было. Не было во мне и мужской решимости. Я только думала, как бы загладить обиду, нанесенную посыльному, и хотела, чтобы это скромное желание мне поставили в заслугу. Но того, что мне самой сделать, не удалось, я теперь хотела достигнуть через Варнова другим и более верным способом. Мы обидели посыльного, спугнули его из ближних канцелярий. Что же могло быть проще, чем предложить лице Варновы нового посыльного, поручить Варнове выполнять работу обиженного, а тем самым дать обиженному возможность спокойно жить в отдалении столько, сколько он захочет, сколько ему понадобится, чтобы забыть обиду. Однако я отлично понимала, что при всей непритязательности этого плана в нем было что-то нескромное. Могло создаться впечатление, будто мы хотим диктовать начальству, как ему решать вопросы приема служащих, будто мы сомневаемся, способно ли само начальство найти наилучшее решение, а может быть, оно и нашло его давным-давно, еще до того, как у нас появилась мысль, что можно как-то вмешаться. Но потом я подумала, нет, не может быть, чтобы начальство так неверно истолковало мои намерения, или, если так случится, чтобы оно сделало это намеренно, другими словами, не может быть, чтобы все, что бы я ни делала, заранее безоговорочно получило бы отпор. Поэтому я не сдавалась, а чисто любя Варнова сделала свое. Во время всей этой подготовки Варнова так заважничал, что даже стал считать работу сапожника слишком грязной для себя, будущего служащего канцелярия. Более того, он даже осмеливался весьма решительно возражать Амалию, когда она к нему изредка обращалась. И я не хотел мешать его недолговечной радости, потому что в первый же день, когда он отправился в замок, и радость, и высокомерие, как и можно было ожидать, исчезли без следа. И началась так кажущаяся служба, про которую я тебе уже рассказывала. Удивительно было только то, что Варнова без всякого затруднения сразу попал в замок. Вернее, в ту канцелярию, которая стала его рабочим местом. Такой успех меня чуть с ума не свел. И когда Варнова шепнул мне об этом на ухо, я бросилась к Амалии, прижала ее в угол и осыпала поцелуями, впиваясь в нее и губами, и зубами так, что она расплакалась от испуга и боли. От волнения я не могла выговорить ни слова, да мы с ней уже давно не разговаривали. И я отложил объяснение на утро, но в ближайшие дни рассказывать уже было не о чем. На том, что было достигнуто, все и остановилось. Два года Варнова вел эту однообразную, гнетущую жизнь. Слуги ничего не сделали. Я дала Варнове записку, которая поручала его внимание слуг и напоминала им про их обещания. И Варнова, как только видел кого-нибудь из слуг, вынимал записку и протягивал ему, при этом он иногда попадал на слуг, которые меня не знали. Других раздражала его манера молча протягивать записку. Разговаривать там, наверху, он не смел. Но тягостно было то, что ему никто помочь не желал. И для нас было избавление. Правда, мы могли бы давным-давно и сами избавить себя таким образом, когда один из слуг, которому, быть может, не раз навязывали эту записку, смелый и бросил в корзину для бумаг. Он, как мне казалось, мог бы при этом и добавить, вы же сами так обращаетесь с письмами. Но, как бы бесплодно не проходило это время, в Арнове оно принесло пользу, если можно назвать пользой то, что он преждевременно повзрослел, преждевременно стал мужчиной. Да, во многом он стал серьезнее, осмотрительнее, даже не по возрасту. Мне иногда становится очень грустно, когда я гляжу на него и сравниваю с тем мальчиком, каким он был еще два года назад. И при этом ни утешения, ни внимания, которых можно было бы ожидать от взрослого человека, я от него не вижу. Без меня он вряд ли попал бы в замок, но с тех пор, как он там, он уже от меня не зависит. Я его единственный поверенный, но наверняка мне рассказывают только малую долю того, что лежит у него на сердце. Он часто говорит о замке, но из его рассказов, из этих незначительных случаев, о которых он сообщает, невозможно понять, каким образом эта обстановка вызвала в нем такую перемену. Особенно трудно понять, почему он, став взрослым мужчиной, полностью потерял ту смелость, которая в нем, мальчики, приводила нас в отчаяние. Правда, это бесполезное стояние и бесконечное ожидание изо дня в день без всякой надежды на перемену ломают человека, делают его нерешительным, и в конце концов он становится неспособным ни на что другое, кроме безнадежного стояния на месте. Но почему же с самого начала он не сопротивлялся? Ведь он очень скоро понял, насколько я была права, и что никакого удовлетворения его честолюбию там не найти. Хотя, быть может, ему и удастся принести пользу нашему семейству. Ведь там во всем, кроме причуд всякой челяди, царит большая скромность. Там честолюбивый человек ищет удовлетворения только в работе, а так как тогда сама работа становится превыше всего, то всякое честолюбие пропадает. Для детских мечтаний там места нет. Но Варнове, как он мне рассказывал, казалось, что там он ясно увидел, как велика и власть, и мудрость даже тех, собственно говоря, очень неважных чиновников, в чьих комнатах ему разрешалось бывать, как они диктовали, быстро, полузакрыв глаза, отрывисто жестикулируя, как одним мановением пальца, без единого слова рассылали ворчливых слуг, а те в такие минуты, тяжело дыша, все же радостно усмехались, или как один из чиновников, найдя важное место в книгах, хлопал по страницам ладонью, а все остальные сразу, насколько позволяло тесное помещение, сбегались и глазели, вытягивая шеи. И это, и многое другое создавало у Варновы самое высокое мнение об этих людях, и он себе представил, что если вдруг они его заметят, ему удастся перекинуться с ними несколькими словами, уже не как постороннему, а как их сослуживцу по канцелярии, хоть и в самом низшем чине, то для нашей семьи удастся достигнуть невиданных благ. Но пока мисс до этого еще не дошло. А сделать шаг, который приблизил бы его к чиновникам, Варнова не смеет. Хотя ему уже совершенно ясно, что несмотря на свою молодость, он из-за нашего несчастья занял в нашем доме ответственнейшее место отца семейства. А теперь хочу сделать тебе и последнее признание. Неделю назад приехал ты. Я слышала, как в гостинице об этом кто-то упомянул, но не обратила внимания. Приехал какой-то землемер, а я толком и не знала, что это такое. Но на следующий день Варнова пришел домой раньше, чем всегда. Обычно я выходил ему навстречу в определенный час. Увидел в горнице Амалию и потому повел меня на улицу. А там вдруг прижался лицом к моему плечу и залился слезами. Он снова стал прежним мальчуганом. С ним случилось нечто такое, к чему он не был готов. Перед ним как будто открылся совсем новый мир, и ему не совладать с радостными заботами, которые несет с собой это открытие. А случилось только то, что ему дали письмо для передачи тебе. Но ведь это было первое письмо и вообще первая работа, которую он получил. Ольга замолчала. Было тихо, только слышалось тяжкое, иногда похожее на хрип, дыхание родителей. И К сказал небрежно, словно подытоживая рассказ Ольги. Все передо мной притворялись. Варнова принес мне письмо с видом опытного и очень занятого посыльного. А ты с Амалией? На этот раз она была с вами заодно. Вы обе сделали вид, что и обязанности посыльного и передачу писем все это он выполняет так, между прочим. Ты только не смешивай нас всех, сказала Ольга. Варнову эти два письма снова превратили в счастливого ребенка, несмотря на то, что он до сих пор сомневается в своей работе. Но эти сомнения он высказывает только мне. Перед тобой же он считает для себя делом чести выступить в роли настоящих, выступать в роли настоящего посыльного, каким-то должен быть по его представлениям. «И хотя теперь у него и возросла надежда получить форму, мне пришлось за два часа так ушить ему брюки, чтобы они хоть немного походили на форменные штаны в обтяжку. В них он хотел покрасоваться перед тобой. В этом отношении тебя нетрудно было обмануть. Это про Варнову. А про Амалию скажу, что она действительно презирает службу посыльного. И теперь, когда Варнова достиг какого-то успеха, она легко могла бы об этом догадаться и по мне, и по Варнове, и по нашим переживаниям в уголке. Теперь она презирает Варнову еще больше прежнего. Значит, она тебе говорит правду. И ты не поддавайся заблуждению, тут сомневаться не надо. А вот если Яка иногда при тебе пренебрежительно говорила про службу посыльного, так вовсе не для того, чтобы тебя обмануть, а только из страха. Ведь те два письма, что прошли до сих пор через руки Варновы и были за три года первым, хоть и очень сомнительным указанием того, что над нашим семейством с милости велись. Это перемена, если только это и на самом деле перемена, а не ошибка, потому что ошибки бывают чаще, чем перемены. Связано с твоим появлением здесь. Наша судьба попала в некоторую зависимость от тебя. Быть может, эти два письма только начало, и работа Варна выведет далеко за пределы должности посыльного, обслуживающего одного тебя, пока можно будет на это надеяться. Но сейчас все сосредотачивается только на тебе. Там наверху мы должны удовлетворяться тем, что нам дают. Но тут внизу мы может быть и сами можем что-то сделать, а именно обеспечить себе твое доброе отношение или по крайней мере защититься от твоего недоброжелательства. Или же, что самое важное, оберегать тебя, насколько хватит наших сил и возможностей, чтобы твоя связь с замком, которая быть может и нас вернет к жизни, не пропала зря. Но как же все это выполнить получше? Главное, чтобы ты не относился с подозрением, когда мы к тебе подходим. Ведь ты тут чужой, а потому, конечно, тебя одолевают подозрения и вполне оправданные подозрения. Кроме того, нас все презирают, а на тебя влияет мнение других, особенно мнение твоей невесты. Как же нам к тебе приблизиться без того, чтобы, например, не пойти, хоть и непреднамеренно, против твоей невесты, и этим тебя не обидеть. А эти письма, которые я прочитывал до того, как ты их получал, Варнова их не читал, он как посыльный себе этого не мог позволить. Эти письма, на первый взгляд, казались мне совсем неважными, устаревшими. Они, собственно говоря, сами себя опровергали тем, что направляли тебя к старости. Как же нам надо было держаться с тобой при таких обстоятельствах? Если подчеркивать важность этих писем, мы вызвали бы подозрение. Зачем мы преувеличиваем такие пустяки, и что расхваливая тебе письма, мы их, передатчики, преследуем не твои цели, а свои. Больше того, мы этим могли обесценить письма в твоих глазах, и тем самым разочаровать тебя без всякого намерения. А если же мы не придали бы письмам никакой цены, мы тоже вызвали бы подозрение. Зачем же тогда мы хлопочем о передаче этих ненужных посланий? Почему наши дела противоречат нашим словам? Зачем мы так обманываем не только тебя, адресата писем, но и тех, кто нам дал это поручение? А ведь не для того же они поручили нам передать письма, чтобы мы их при этом обесценили в глазах адресата. А найти середину между этими крайностями, то есть правильно оценить письма, вообще невозможно. Они же непрестанно меняют свое значение, они дают повод для бесконечных размышлений, и на чем остановиться неизвестно, все зависит от случайности. Значит и мнение о них составляется случайно. А если тут еще станешь бояться за все запутывается окончательно. Только ты не суди меня слишком строго за эти разговоры. Когда, к примеру, как это один раз уже случилось, Варнова приходит и сообщает, что ты недовольного работой посыльного, а он с перепугу и, к сожалению, не без оскорбленного самолюбия предлагает, чтобы его освободили от этой должности, тут я, конечно, способна обманывать, лгать, передергивать. Словом, поступать очень скверно, лишь бы помогло. Но тогда я поступаю так не только ради нас, но по моему убеждению и ради тебя. С улицы постучали. Ольга подошла к двери и отперла ее. Темноту прорезала полоса света от карманного фонаря. Поздний гость что-то спрашивал шепотом, и ему шепотом же отвечали. Но он этим не удовлетворился и попытался было проникнуть в комнату. Очевидно, Ольга больше не могла его удерживать и позвала Амалию, должно быть, надеясь, что та, защищая покой родителей, пойдет на все, чтобы удалить посетителя. Да, Амалия и сама уже спешила к выходу, отстранила Ольгу, вышла на улицу и захлопнула за собой дверь. Все это длилось один миг. Она тотчас же вернулась. Настолько быстро ей удалось добиться того, чего никак не могла сделать Ольга.